Глядачи, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, мы ссыло. Телеграм-канал Генерал СВР пишет. Далее в оригинале. Мы уже сообщали, что 7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы. Президентом России Владимиром Путиным с 14 по 20 октября было еще 5 попыток провести испытания ядерного оружия. И лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента, чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военным данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания были отменены по техническим причинам. 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили. Результаты проведенного в этот день, вернее, ночь подземного испытания в Кемеровской области также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями. Секретные испытания сверхмощного оружия 20 октября в акватории Финского залива вообще оказались фикцией. Более 7 миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое практически готова к испытаниям, оказалось не готова вообще и существует в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить, откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украины и взрыва грязной бомбы. Вечером 20 октября во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося. Либо провал испытаний – это саботаж и стоит искать виновных, либо возможности использования ядерного оружия просто нет. И почему надо разбираться? Но разбираться и искать виновных – это время и суета, которое может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями. Вот и пришел во время обсуждения гениальный план – грязную бомбу сделать не проблема, и раз нет пока возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать грязную бомбу, обвинив Украину в провокации на собственной территории. Примени российское руководство грязную бомбу, возникает вопрос – а где хваленое тактическое ядерное оружие? Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены, теперь Путину остается разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия. А до этого шантажировать использованием грязной бомбы, конечно, обвиняя в провокации Украину. Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем. До встречи, глядачи, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мы сила! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok